ЕГЭ по физике легче, чем ЕГЭ по математике. Вот такую тему я хочу сегодня с вами обсудить. Итак, начнем с того, почему можно считать, что ЕГЭ по физике сдать легче и подготовиться к нему легче, чем ЕГЭ по математике. Цена ошибки. В ЕГЭ по математике у нас 19 задач, в ЕГЭ по физике 26 задач. При этом у нас в ЕГЭ по физике довольно большая первая часть. Соответственно, больше первичных баллов, это означает, что если ты допускаешь где-то ошибку, ты теряешь меньше баллов. В каком-то смысле это хороший-хороший плюс. Также набирать баллы вроде как будто кажется проще на ЕГЭ по физике, нежели чем на ЕГЭ по математике. Потому что у нас, опять же, очень большая первая часть. Еще можно отметить очень интересный момент, что на ЕГЭ по физике разрешается калькулятор. С калькулятором проще же решать различные задачи. Поэтому в каком-то смысле это делает экзамен этот проще. Если мы говорим о том, что человек умеет уже набирать 80 плюс на экзамене и по математике, и по физике, то чуть-чуть как бы улучшить свой скилл и набирать 90 плюс по физике это не проблема. Потому что если ты по физике набираешь 80 плюс, это означает то, что ты решаешь уже первую часть, ну практически идеально. И ты умеешь решать какие-то задачи второй части. А если ты умеешь решать какие-то задачи второй части, я говорю про именно задачи, хорошие, вот эти трехбалльные, то и другие ты тоже сможешь научиться решать. Просто тебе нужно немного докрутить теорию, а также докрутить навык решения определенных задач, ну задач на какую-то определенную тему. Если ты пишешь ЕГЭ по математике на 80 плюс и сделать так, чтобы ты писал его на 90 плюс, ну тут проблематичнее. То есть может быть ты классно решаешь там геому, стереому, но ты вообще не ботал, например, там 19 номер, ты не ботал параметр. И чтобы изучить эти номера, тебе потребуется потратить еще очень-очень много сил. И в этом плане, да, ЕГЭ по физике проще, чем по математике. Также он проще для тех людей, кто хочет перейти порог. Я хочу просто перейти, допустим, порог. По физике хочу перейти просто порог по математике. По физике перейти его проще. Там вообще можно прям по минимуму изучить. Но теперь я хочу во второй части этого ролика сказать, почему ЕГЭ по физике может быть сложнее, чем ЕГЭ по математике. Потому что на самом деле добраться до заветных 70 плюс или 80 плюс баллов по физике сложнее, чем по математике. В математике у нас существуют различные номера. И эти номера идут на какие-то определенные, скажем так, даже не то, что темы, да, а на определенные навыки. Допустим, у нас есть определенный номер на неравенство там и уравнение. У нас есть отдельная экономическая задача, у нас есть отдельная задача на стереометрию и так далее. Очень часто после математики ученики приходят, спрашивают по физике, а какие задачи из второй части стоит вообще ботать? Какие-нибудь простенькие задачи из второй части. Вот какая тема прям вот хорошо зайдет? И тут нет однозначного ответа. Да, у нас есть 22-й, 23-й номер, это двухбальные задачи. Окей, они там действительно простые. А если мы говорим с вами про 24-й, 25-й, 26-й номер, если мы говорим, допустим, про качественную задачу 21-й номер, то что из этого выбрать, не совсем понятно. Потому что на самом деле они все примерно одинаковы по уровню сложности. Просто там разные темы. И какая задача на ЕГЭ по физике будет проще, а какая сложнее, вот из этих именно расчетных задач, мы не знаем. Это очень сильно зависит от того, какой тебе попадется вариант, это очень сильно зависит от того, какие темы тебе нравятся, какие темы тебе не нравятся. И в этом возникает проблема, что нужно, получается, для 70-плюс или 80-плюс по физике изучать абсолютно все. То есть по математике ты можешь, допустим, что-то не ботать. Ты можешь, допустим, ну такой, блин, вот мне не нравится стереома, она меня прям бесит. И я не хочу ее ботать. Или, например, ты понимаешь, что тебе и стереометрия не нравится, и геометрия не нравится, и ты просто ботаешь все, что связано с алгеброй. Такой, вот я прям мощный в алгебре, мне все по кайфу, и ты можешь набрать 80-плюс. А по физике, скорее всего, так не сработает. То есть ты не можешь сказать, слушайте, вот я механику заботаю, МКТ термодинамику заботаю, а вот эту вот вашу электроэлектроме, куда ну ее вот, ну куда подальше, да? Нет, тебе нужно для 80+, знать абсолютно все, полностью изучить все разделы. И вот в этом возникает сложность. Еще одна, на самом деле, сложность ЕГЭ по физике в том, что вам нужно знать также и математику на довольно хорошем уровне. Ну, особенно я имею в виду с позиции алгебры, то есть вам нужно уметь там работать с алгебрическими выражениями, и работать, допустим, с векторами, уметь выражать одну величину из формулы, решать систему уравнений, неравенства и так далее. И это тоже накладывает, скажем так, определенные условия на то, что, блин, а вот ЕГЭ по физике может быть не так проще вообще сдать, как хотелось бы. Поэтому здесь, на самом деле, друзья, в этом вопросе нет однозначного ответа. Какой экзамен сложнее, какой проще. Если мы в целом посмотрим на средний балл по этим двум предметам, то мы увидим, что он примерно одинаковый. То есть, например, я смотрю на средний балл по русскому, и вот русский, да, русский однозначно проще, допустим, чем математика и физика. Но потому что даже, ну, я сдал, допустим, ЕГЭ по русскому на 92 балла. Хотя далеко мой не самый любимый предмет. То есть, русский можно изучать. Это, кстати, очень хорошая вообще мысль о том, что когда мы готовимся, там, к ЕГЭ по физике, по математике, а про русский язык ты не забыл случайно? Потому что если ты там теряешь баллы, если ты, типа, на ЕГЭ по русскому получаешь 70 баллов, или, не знаю, 75, это плохой результат. Результат для ЕГЭ по математике, по физике, это хороший, это классный результат, для ЕГЭ по русскому это плохой. Но возвращаясь уже к теме нашего ролика сегодняшнего, можно сказать так, с одной стороны, ЕГЭ по физике проще, чем по математике, с другой стороны, сложнее. Если вы уже немного разбираетесь и в том, и в другом предмете, то, наверное, для большинства прокачать свой скилл физики будет проще, чем в математике. Но если мы говорим про подготовку с нуля, то, возможно, физика покажется сложнее. Но это не означает, что не нужно готовиться к ЕГЭ по физике, и не нужно опускать руки. Нужно, наоборот, собраться и в полный вперед. Желаю тебе удачи в подготовке. До новых встреч. Не забудь, да, лайк, подписка, все дела. Пока. Кстати, смотрите, если у нас цель набрать 95+, это значит, нам нужно успеть решить все задачи. И вот по физике, во-первых, успеть решить все задачи на экзамене попроще будет, чем по математике. То есть самые мощные математики не всегда успевают полностью решить весь экзамен, если вдруг случился где-то затуп. На физике вероятность этого меньше. Ну и плюс ко всему, если мы говорим, опять же, там о 90+, 95+, то в структуре экзамена по физике нет прям таких суперхардовых задач, которые по уровню сложности бы сравнились, например, с параметром, либо каким-нибудь жестким планником. Или, например, там, 19 номером. А вот в ЕГЭ по математике есть, скажем так, ну, особо сложные задачи, которые связаны не просто с тем, что у нас есть навык решения задач какой-то, а мы должны уметь прям хорошо анализировать и думать. По физике все же таких задач меньше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...